Доброе утро, друзья! Сегодня прекрасная погода. Посмотрите на это небо. Ни одного облачка, и мы с Кубертом едем в лес заготавливать поленья для печки, камина. И хочу немножко снять вам бонфорт, как сейчас уже по-весеннему все преобразовывается. Люди чистят садики, рождественские украшения уже все сняты, светит солнце, 13 градусов тепла. И, надеюсь, в лесу я тоже поснимать вам немножечко хочу, как он работает, как это нелегко. Я, конечно же, ему помогаю. Вот это уже новый район, здесь совершенно новые дома. И в основном это русские переселенцы. Немного, но в Бонфорде они есть. Прям солнце светит невероятно. Очень красивое, все зеленое. И настроение, честно говоря, у меня прям весеннее. Для меня это прям середина, сегодня ровно середина января, а у нас просто весна. Посмотрите, как красиво. Я так думаю, что мы будем вот в этом лесу. Где осенью я собирала грибы с Кубертом. Ребята, вы видите дорогу? Для Куберта это катастрофа. Он говорит, надо ехать назад, мы можем застрять. Я подумала, если бы он увидел наши дороги в деревнях, которые на метр уходят в глубину, я думаю, у него был бы вообще шок. Для меня это нормально, абсолютно дорога. Он считает, что машина может застрять. И страдает, едет и страдает. Поэтому не знаю. Возможно, и вернемся сейчас назад. Вот это вот, сейчас будет... Ого, слышите, он говорит. Мы приехали, сейчас он выгрузит свое оборудование. И начнет, раздевается. Куберту, как всегда, жарко. Мокрый уже. Куберт, он говорит, что он говорит. Ха-ха-ха-ха-ха. Он сейчас... Это наша поленица. Он сейчас будет рубить вот таким большим топором напополам. и складывает их в прицеп. Вот. У него есть, конечно, все приспособления удобные. Электропила. И все, конечно, все хорошее. Слава богу, силы у Куберта много. О, Витальевич делает. Молодец, Куберт. Сейчас я тоже буду ему помогать. Просто немножко вам снять лес. Вот уже набухают почки. Вас? Натюрлиг кайны пильцы. Мой Куберт работает. Я, конечно, ему помогаю. Вот мы уже сложили бревна. Дома это еще будет пилиться на таком специальном станке. Я не знаю, как он называется. Самое главное, что когда он начинает пилить, я тоже с ним, он одевает специально вот эта куртка для работы с оранжевым цветом. Каска оранжевого цвета. Все, как будто, вы знаете, вот он спецодежда, каска. И начинает работать. Сейчас мы съездим домой, разгрузим. Сейчас мы будем трасса. once more. Нормально? Нормально. 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 Ну всё, зима не страшна. Хотя, говорю, здесь нет зимы. На моё счастье. У нас очень холодно. Для меня, конечно, шок. Зимы нет и, слава Богу, в феврале я могу уже возиться на дачи, что-то сажать, что-то делать. Был тонкий-тонкий лёд на озере. Но сейчас всё нормально. Уточки плавают. Бобёр опять ест все деревья подряд. Очень жалко, потому что деревья очень старенькие и несколько деревьев уже лежит в воде. Всё, ребята, мы поехали домой. Я думаю, что мы идём дальше. Это лучше. Может быть. Может быть. Он боится, что он застрянет и поехал другой дорогой. Хотя, я не знаю, как здесь может застрять практически хорошая дорога. О-о-о. 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 Вот эти, видите, уже почки выпущены. О-о-о. Наверное, это ольха. Я не знаю, да. По-моему, это ольха была. Уже почки по 20 см висят серёжки. О-о-о. Красота. О-о-о. 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 Представляете, как он переживает. Говорит, что это прям так страшно, что такие... Такая плохая дорога. Ну... О-о-о. 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 В субботу будет у нас фламарк. И я попробую снять там видео. О-о-о. О-о-о. Получится или нет, не знаю. Но... Будем надеяться, что... Я хочу, чтобы вы посмотрели этот фламарк. Он мне очень нравится. Он тоже... Ну... Это халия. Такое здание. Не дом. Но... Помещение. И ты ходишь, выбираешь то, что тебе нравится. А потом расплачиваешь. Только что я увидела, что здесь вот есть озерцо. Но оно почему-то огорожено, наверное. Оно выложено все камнем. И огорожено. Может, это частная территория. Я не знаю. Такая живая изгородь. Растет зеленая. Мы сегодня проснулись очень рано. Наверное, чем пол седьмого. И хубер сегодня не работает. И решили сегодня поделать все дела. Съездили на... Где у нас... Ну, мусорка называется. Ну, это трудно назвать мусоркой. И отвезли старый диван. Потом там стулья ненужные. Сортировали мусор. Хотя сейчас даже немножко стало полегче. Потому что сейчас в Германии объединили металл, пластик и тетрапак пакеты. Все вместе можно складывать. Раньше это было все отдельно. Вот. И сегодня мы немножко неправильно сложили туда... Как сказать... Где этот трапак должен подлежать. Мы положили туда строительные материалы. И нас оштрафовали на 2 евро. И самое интересное... Я неделю назад увидела в этом... На этом предприятии стояли 3 картины. Я упрашивала долго. То есть не бесплатно продать. Но ссылались... Вот мы въезжаем в Вонфорт. Ссылались то на одного, то на другого. И сегодня мне продали эти картины. Я отдала 15 евро. Вот, пожалуйста. Хотела вам снять, как зацвело фисташковое дерево. Жалко. Мы проехали. И я забрала 3 картины. Сделаю, конечно, видео, когда будет обзор моих покупок. Куберт флангзама битта, окей? Я попросила в Куберта немножко помедленнее ехать. Чтобы показать вам эту красоту. Вот это вот наша теплица здесь. И цветочный магазин. Цветочный магазин не уступает нашим столичным магазинам. Все очень красиво. Красиво составляют букеты девочки. Ассортимент хороший. Так. Вот этот белый домик был раньше тоже Хуберта. Он как шоу-гартен. Очень уютный. Он ему достался от бабушки с дедушкой. Вот этот вот старый погреб. Тоже его. Поленья. Вот эта вот изгородька. Очень красивая зеленая. Но вот эта уже старинная халя. Я не знаю чью. Соседи, наверное. Очень красивая. И то, что мне всегда нравится. Куберт. Кадр попал. Вот такой плющ. Везде. Все деревья. Настолько красиво он растет. Прям замечательно. Смотрите, какие шишки. Моя белая куртка, конечно, стала уже черная. Потому что я помогала Хуберту. Одному ему было тяжело грузить дрова поленья. Ну, так вот. Я не договорила, что вот этот домик, когда он разводился, он продал и деньги отдал своей бывшей супруге. Очень красивый. С бассейнным домик. Небольшой. Ну, а сам остался жить в этом большом родительском доме. Вот такой тоже гараж. Уже третий по счету. Здесь у него такая рабочая зона. Сейчас я вам пройду. Здесь, конечно, у него не беспорядок. Мы все хотели сделать, навести порядок. Вот так он заготавливает дрова. Такие вот здесь разные станки, которые колят. Я не знаю. Вот такой он пилит. Пилорама у него. Так. Так. Ну, в общем, он хозяйственный мужчина. Вот эта вся территория. Мне так хочется здесь убраться. Вот это вот дополнительная хали. И, по-моему, она сдается в аренду. Я не знаю, будет видно или нет. Наверное, нет. Отсвечивает. В этом хале содержатся старинные автомобили. коллекция. Один мужчина коллекционирует. И раньше здесь был консервный завод с семьей Хуберта. И вот это одно большое халит сейчас сдается под эту коллекцию. А так, конечно, здесь бардак. Мне не очень нравится. Но, возможно, мы летом с ним все уберем и сделаем. Вот это все помещение. Все огромная площадь, которая была раньше консервный завод. Вот эта комната была. Хуберт раньше делал ее, чтобы там играть карты с мужчинами. Но потом... Потом все это... Сейчас я вам покажу. Сейчас здесь склад. Вот эта вот ротанговая мебель пойдет у нас... Здесь диван еще должен быть. Только я не знаю, куда он его убрал. Он пойдет у нас в ателье. Сейчас там живет его сын со своей подружкой и с маленьким ребенком. Вот. Вот. И комната. Сейчас это все занято. И газ цимор под детскую отдано. Возможно, в этом году они съедут, найдут квартиру. Но пока вот так вот. И здесь вот играли мужчины в карты. Ну, потом все забросилось. Здесь вот стоит у него и аквариум. Чего только нет у него. И огромный футбол. Все это... Отдано были такие деньги. Ну да, когда-то у него было много денег. Сейчас он просто работает, живет на зарплату. Ха-ха-ха. Чтоб ты жил на одну зарплату, да? Вот. Завода не стало, когда умер его папа. То есть они молодые, не хотели. Вот эту вот люстру. Очень красивая, кстати, старинная люстра. Сейчас я вам ее покажу. Вот такая вот металлическая. Ну, разбился флакон, но это, я думаю, что не будет проблем. Здесь у меня еще стоят... Сейчас я вам тоже покажу. Когда я набирала у той женщины, которая вот, ну, отошла в мир иной, у нее стоял абсолютно новый такой вот водопадик. Вот старинная кружка. Такие потом будет украшаться дом снаружи. Вот для монет альбом нашла. Я коллекционирую. У меня тоже есть коллекция рублей. И вот такая посуда. Это целый сервиз. Вот я еще вам ее не показывала. Разные цветом тарелочки. Абсолютно новые. Эта коробка стоит. И еще, по-моему, вот здесь... Ой, ребят, не достану. Ну, в общем, электропила. В общем, здесь у меня еще есть, что вам показывать. Поэтому вот два ящика с этой посудой. Это для птичек весной ставится кормить для птичек. Кормушка. Зимний он снимает. Она висит у нас на окне. Специальный корм покупает. Ну, вот показала вам эти закрома. Правда, конечно, не очень все убрано, но показала. Вот видите, это все нужно вывозить на свалку. Пылесосы, мусор. Это тоже второе помещение, где просто свалка. Тоже надо все разгребать. Вот у Хуберта есть здесь... Сейчас я отодвину. Вот такой вот антикварный письменный стол. Он все хочет поставить мне его в бюро, когда сделается ремонт. Он хочет поставить этот антикварный стол в бюро. Надо, конечно, чтобы запах ушел. Очень много кашпо осталось. Они очень хорошо проводили раньше праздники. Вот какие-то еще, видите, остались здесь от праздников. Это я вообще не знаю, что это за агрегат такой. Очень много всего. Вот еще маленькая комнатка. Здесь у меня стоят такие вот летние уже, которые пойдут, наверное, в гарден или возле дома. Площадку буду делать. Вот такой вот велосипед уже весь обросший плющим. С каких времен он здесь стоит, я не знаю, кто у них работал. Может, дети подрабатывали на почте. Стулья, опять-таки, всего-всего очень много. Столько денег выброшено, конечно. И вот Хуберт теперь оставляет эти трава. Делает вот такую поленицу. Аккуратно складывает. Да, Хуберт? Я? Я? Все хорошо? Все хорошо. Все хорошо. А я делаю видео для вас. Валево, браво. О, прямо. Три слова, которые... А не не перфект, русский. Все хорошо, Хуберт. Андрей придет около 12. Мы должны еще разобрать еще кольцам. Хорошо, хорошо. Я хочу сюда. Может, мы сделаем здесь немного... Ну, на этом я заканчиваю свой репортаж. Не знаю, что получилось, но хотя бы вы так увидели жизнь изнутри в Германии. Всем мира и добра и пока-пока. Вот этот домик бывший Хуберта. Ну, картон, как датчика была у него. Всем мира и добра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok